Итак, пожалуй, ключевая реформа, которую требует от Украины в МВФ, все-таки пенсионная. Только в этом году дефицит пенсионного фонда около 140 миллиардов гривен. Как говорят в правительстве, без изменения нынешней пенсионной системы, проблему таких ежегодных дефицитов решить не удастся. И вот, наконец-то, законопроекты по пенсионной реформе на этой неделе Кабмин подал Верховную Раду. Мы будем сегодня детально разбираться, что конкретно предлагает правительство, какие ключевые перемены готовятся в пенсионной системе. Смотрите далее в нашей справке. Выход на пенсию в 60 лет и для мужчин, и для женщин. Стаж 15 лет, минимальная пенсия 1300 гривен, которую получают подавляющее большинство. И финансовая брешь в пенсионном фонде 140 миллиардов гривен. Такая ситуация в Украине сейчас. Что же предлагает правительство? Пенсионный возраст вроде бы поднимать не будут, но при этом многим придется выходить на заслуженный отдых позже. Ведь страховой стаж уже со следующего года увеличивают до 25 лет. И это только старт. В 2028 он будет уже 35 лет. Если необходимый стаж меньше 25 лет, работать придется дольше, до 63. А тем, у кого он меньше 15 лет, на заслуженный отдых раньше 65 и рассчитывать не стоит. Правда, недостающий стаж можно будет докупить. Те же, кто не работал вообще, могут рассчитывать только на социальную пенсию. Второй момент. Размер выплат. Уже с октября этого года минимальную пенсию обещают поднять. Насколько именно, непонятно. Диапазон колеблется от 200 гривен до 1000. Кроме того, с работающих пенсионеров должны снять 15-процентный налог. А спецпенсии для госслужащих, прокуроров и судей обещают отменить. Впрочем, те пенсии, которые сейчас уже выплачиваются, должны оставить. Продолжение следует... Продолжение следует...